Здравствуйте! Секретами бизнес-успеха сегодня с нами поделится владелица студии Красоты Особо, Анна Сылко. Аня, здравствуйте! Здравствуйте! Аня, радует вас в студии. Расскажите, с чего все началось? Почему возникла такая идея прийти в индустрию красоты? Организовать свой бизнес идея была давно. Можно сказать, с самого детства всегда знала, что будет свой салон, потому что с детства мечтала стать парикмахером. Индустрия красоты, потому что я, собственно говоря, сама парикмахер. Поэтому выбрала эту отрасль. Но реализовалась идея только тогда, когда я вышла замуж и переехала в Наринмар. О салоне мечтала, но никогда не думала, что это случится за Полярным кругом. Подумали, что надо открыть свой салон красоты, свою студию красоты. Начали составлять бизнес-план, планировать, что, как, где будет. Поиском помещения занялись. Все вопросы, которые, возможно, было здесь решить, решили. И с планом помещения на листочке, потому что еще строилось здание, отправились в Москву вместо свадебного путешествия. Стали закупать оборудование, материалы для ремонта, знакомиться с поставщиками и прочее. Ну вот две недели такие были достаточно интенсивные. Бессонные ночи, проверка нас на прочность. А потом уже вернулись, и через где-то примерно три месяца мы открылись. Были ли какие-то опасения, страхи? Все-таки это тоже рисковое дело, Аня, да? Ну, какие-то не то что страхи, но да, было, что больше всего с поиском персонала возникали трудности на первом этапе. И, конечно, думали, что как это вообще все будет дальше, где мы будем искать мастеров. Но в какой-то момент тоже успокаивали себя, потому что я сама мастер, поэтому изначально очень много времени там проводила, очень много работала. И поэтому всегда думали, что если даже мы первое время будем долго искать мастеров, всегда я смогу работать, и мы сможем держаться на плаву. За помощью обращались в Центр развития бизнеса? Да, в самом начале мы обратились, немножечко неудачная у нас была попытка, но потом мы пользовались субсидиями на возмещение части затрат на аренду. Очень хорошая была программа, помогала нам, тем более это были первые месяцы, конечно, они были тяжелые, была хорошая поддержка. И потом через несколько месяцев мы уже написали бизнес-планы и подали на развитие, уже не на открытие, а на развитие бизнеса, и выиграли в городе, в администрации города Наринмара. Там выиграли грант, тоже была очень хорошая поддержка. И начали, соответственно, у нас прибавляться кабинеты, расширяться мы начали после этого гранта. Также мы пользовались, мы продолжаем пользоваться субсидиями на возмещение части затрат на приобретенное имущество. Тоже очень хорошая поддержка. Сколько сейчас мастеров работает в салоне? Не скажу не мастеров, а полное количество сотрудников, в том числе и администраторов, да, 10 человек у нас сейчас. У вас достаточно такой устойчивый коллектив, нет текучести кадров, вот в чем успех? Ну, я думаю, потому что мы открыты своим сотрудникам в том числе, дружественные отношения у нас в коллективе, всегда ищем какие-то компромиссные решения, стараемся создавать для каждого сотрудника благоприятные условия, разговариваем всегда, поэтому... Дружный коллектив, да? Поэтому, да, дружим, дружим, и пополняется постоянно коллектив, и люди такие, скажем так, на одной волне, получается, приходят к нам. Как они совершенствуют свои умения? Ты отправляешь их, Аня, на учебу? Да, регулярно отправляем на обучение, выбираем самые хорошие школы, лицензированные, в основном это Санкт-Петербург или Москва. Вот сейчас, например, недавно мы выучили девочку на прикмахера. Опять же, будем тоже как раз подавать скоро в Центр развития бизнеса на возмещение части затрат на обучение персонала. Вот Люба уже делает хорошие успехи, сейчас она в качестве стажера работает. Я думаю, что уже скоро выйдет на хорошую финишную прямую, уже станет полноценным мастером. Сколько видов услуг вы предоставляете? У нас прикмахерские услуги, окрашивание, уходы за волосами, стрижки, маникюрные кабинеты, маникюр, педикюр, наращивание ресниц. Вот недавно, опять же, тоже у нас появился новый сотрудник, пудровое напыление бровей делаем. Также эстетическая косметология, уходы за лицом, аппаратная косметология. Что еще? Кабинет подолога еще у нас есть, тоже открыли вот в начале этого года. В следующем году тоже планируем открыть кабинет. Какой кабинет? Подолог. Подолог. Можно поподробнее, да? Это мастер, который работает с проблемными ногами. То есть, когда у кого есть, ну, именно какие-то заболевания ног, да, то есть, решает такие, ну, деликатные достаточно проблемы. То есть, не просто эстетический педикюр, а именно такой лечебный. То есть, может быть, проблемы с ногтями есть у кого-то, вот, то есть, она это все решает. Почему возникла идея его привезти? Потому что пользуются спросом, да, я так понимаю? Идеи такой не было. Мы даже не думали об этом. Но вот я вначале сказала о том, что мы боялись, что у нас возникнет проблема с поиском персонала. На самом деле и была первые годы. А теперь получается так, что люди, наоборот, к нам идут сами. И вот как раз подолог Анна, она нас сама нашла. Сама пришла. Она вообще местная девушка, но очень долгое время работала в другом городе. Потом она решила переехать сюда, в Санкт-Петербурге она жила, и искала место работы, и обратилась к нам. И мы очень рады, что у нас появился такой сотрудник. Вот в январе будет как год она у нас работает. И вот мы для нее специально, да, кабинеты открыли. А сколько вообще кабинетов у вас сейчас? Так, ну, у нас вот получается полностью прикмахерский зал, кабинет косметолога, два кабинета мастера маникюра-педикюра и кабинет подолога. И еще в начале 2020 года мы планируем еще два кабинета открыть. Это будет дополнительный кабинет по наращиванию ресниц, потому что сейчас наращивание ресниц есть, но по нескольким кабинетам, скажем так, мастер работает. Хотим конкретно сделать для этой услуги кабинет и добавить еще кабинет маникюра. Много к вам обращается по поводу того, чтобы сделать прически. Не могу не воспользоваться случаем и спросить, вот какие сейчас прически модные? Ну, знаете, сейчас так мода, скажем так, циклична немного, да, то есть то, что было модно несколько лет назад, она снова возвращается, эта мода. Поэтому также актуальные каре, боб, какие-то натуральные, если мы говорим о цвете волос, да, какие-то натуральные цвета. Опять же, если это укладки, то это тоже какие-то воздушные локоны, да, также и прямые волосы тоже достаточно хорошо сочетаются. Плюс, если мы говорим о каких-то креативных стрижках, то это очень короткие челки пикси, тоже актуальны сейчас, ну, собственно говоря, все по тенденции. Аня, ты тоже, да, активно участвуешь в деятельности своего салона и тоже принимаешь клиентов, да? Сейчас уже меньше, в основном это свои клиенты постоянные, но, тем не менее, все равно, да, работаем. Работа интересная, творческая? Да, творческая, интересная, всегда что-то новое, даже если одни и те же к тебе люди ходят, но все равно, что-то новое от них узнаешь. Даже бывает такое, что клиент сам к тебе приходит, да, и рассказывает про что-то новое, то есть ты благодаря своим клиентам тоже совершенствуешься, то есть они дают возможность тебе расти, не стоять на месте, потому что если ты хочешь быть хорошим специалистом, да, который может предложить что-то новое и всегда удивить своего клиента, то нужно развиваться, нужно развиваться, нужно обязательно быть на гребне волны, так сказать, да, то есть постоянно читать, изучать, тем более сейчас для этого очень много возможностей, куча всяких онлайн-уроков, даже если мы, например, да, не можем выехать с Наринмара, потому что есть определенные какие-то нюансы, но всегда можно обучиться и развиваться, даже находясь здесь. Вы принесли трофей свои, да, дипломы, неоднократно становились победителями конкурсов, расскажите о них, что это были за конкурсы такие. Каждый год мы участвуем в конкурсе, который проводит администрация города Наринмара, это лучший предприниматель года. В этом году конкурс еще не был, но мы планируем тоже участвовать, уже заявки принимаются, планируем тоже принять участие. Каждый год, да, у нас несколько лет мы были в разных номинациях. В прошлом году объединили все номинации в одну и выбирали лучшего из лучшего, и нам тоже удалось победить, чему мы несказанно рады были. А что помогло победить? Ну, там очень много критерий оценок, и в том числе, какое количество кадров работает, принимаем ли мы новых сотрудников на работу, вводим ли мы какие-то новые услуги, в чем мы совершенствуемся, принимаем ли мы участие в каких-то социальных проектах, в благотворительных мероприятиях. То есть все эти моменты учитываются, и на всех этих моментах у нас плюсик. А в каких именно социальных проектах уже участвовали? Вот, например, несколько лет назад мы участвовали в проекте, проводили конкурс красоты для детей-сирот и детей, оставшихся без предпечения родителей. Ребята приходили к нам на протяжении месяца, несколько раз в неделю, тренировались, делали прически, мы им рассказывали также и о тенденциях, о моде, а вообще о профессии прикмахера, и тренировали их. Потом у них был завершающий конкурс, все очень хорошие успехи сделали ребята, получили памятные призы, было торжественное награждение. И на самом деле такой эмоциональный конкурс был, прям рады, что в нем поучаствовали. Готовы еще в таких мероприятиях принимать участие. Вот, например, сейчас с Центром развития образования в декабре будет тоже конкурс профориентация для школьников. То есть к нам придут в районе 15 человек детей и будут знакомиться с профессией. Будем им вообще показывать, что такое тоже прикмахерское искусство, маникюр, педикюр. Они даже будут пробовать сами, делать какие-то укладки, что-то там на ногтях рисовать. То есть вот такого тоже рода будет программа. Мы участвовали летом в проекте «Трансформация». Проект заключался в том, что девушки на протяжении месяца работали с диетологом, с тренером, и в завершении они меняли свой образ. Вот мы, собственно говоря, были теми людьми, кто поменял им образ. То есть тоже создавали прически, окрашивание новое, делали маникюр, педикюр. Полностью образ создавали. А кто вам помогал создавать ваш бренд? У вас и красивая вывеска, да, и цвета вы выбрали такие контрастные, черный-белый. На самом деле никто нам не помогал. Мы вдвоем с мужем все это делали, придумывали. У нас не было дизайнера. Потому что вначале, ну, как, наверное, у всех предпринимателей, возникают трудности с финансами. Поэтому мы продали машину. Ну, как я уже сказала, ни в какое свадебное путешествие мы не поехали, а поехали закупаться. Занимали деньги. Помогали нам родственники, друзья, знакомые. Прям замечательно. Благодарим всех, потому что это, конечно, хорошая была и моральная поддержка, и финансовая. И, собственно говоря, идеи просто вот приходили, сами потом оглянулись и не поняли, как это вообще произошло, что с нами было, что нами руководило, что вот никакого дизайнера не было. То есть все, все сами придумывали. Какими качествами должен обладать предприниматель? Так это же стресс, правильно? Ты никогда не знаешь, как у тебя дальше пойдет бизнес. Прогнозы тоже ты не всегда можешь делать правильные. Аня, вот что тебе помогает? Я просто, если честно говоря, удивляюсь. Тебе было 27 лет, да, когда все это открывало? Да, сейчас 31. Это было 4 года назад. 4 года назад. 4 года назад. Ну, во-первых, предприниматель... Не то, что сказать, что нельзя запланировать, да. На самом деле, как раз для этого мы строим, составляем бизнес-план, а какое-то минимальное планирование все равно есть. Конечно, у любого бизнеса есть риски, без этого не обойтись, но, тем не менее, когда есть стратегия, когда есть план, спать спокойнее. Конечно. Но предприниматель, это все-таки человек, наверное, который не боится брать на себя ответственность за чужих, за других людей, прежде всего, потому что все-таки сотрудники, это все равно, да, определенная ответственность. И не боятся рисковать, самое главное, не боятся делать ошибки, потому что из каждой ошибки нужно выносить что-то полезное для себя, подниматься и снова идти. Да, ну, это должен быть определенный стержень, да, вот я так считаю. Он у тебя, наверное, с детства был, да? Кто помогал? Откуда такой характер? Все равно не каждый готов к этому. Родители, спасибо родителям. Мама у меня, предприниматель. А, вот она, вот она. Ну, у нее, как бы, такой небольшой бизнес в другом городе, собственно говоря, откуда я, я не снариную. Ты у нас с Воронежа? Из Воронежа, да. Вот, поэтому, наверное, от нее такая жилка, а папа у меня прикмахер. Поэтому, да, я хотела стать с детства прикмахером, и я себя считаю в этом плане счастливым человеком, потому что, когда ты знаешь, кем ты хочешь стать, и потом ты идешь, учишься, и у тебя все получается. И это очень здорово, потому что не надо потом переучиваться, да, на что-то там в определенном возрасте, когда уже какие-то годы потеряны. А тут идешь с детства, потому что я закончила школу прикмахеров и общеобразовательную школу одновременно. Пошла на прикмахер учиться, будучи в 10 классе. Поэтому уже к концу школы была профессия. И плюс потом еще поступила на заочный. Тоже, опять же, поступила с той целью, что когда-то открою свой салон. То есть менеджмент и маркетинг. Была специальность тоже управления, реклама, все такое переплетается. Хорошо, когда с детства знаешь, кем ты хочешь стать, да? Постепенно, не теряя времени, идешь к своей цели. А как в Ненецкий округ попала? Муж меня сюда привез. Он местный, получается? Он местный, да, он местный. И вот мы поженились, и я сюда переехала. А где с ним познакомились? Ну, это долгая история. У него родственники в Воронеже. Родственники в Воронеже, то есть познакомились, можно сказать, на моей территории. На моей территории. Потом через какое-то время, длительное время у нас прошло между знакомством и совместной жизнью. Много времени прошло, потом вот мы, да, поженились, и я переехала сюда. Наверняка ты общаешься и с воронежскими предпринимателями, да? Да. У них есть такая поддержка, или все-таки бизнес у нас легче организовать? Я думаю, что да, здесь легче, потому что у меня есть тоже друзья, у которых свои салоны. Ну, потому что я, говорю, с детства, да, училась, и у меня все-таки так и пошли мои знакомства, что это индустрия красоты все-таки. Поэтому у меня много в этой сфере друзей. И да, когда я рассказываю, какая у нас здесь поддержка, сколько плюсов, они, конечно, удивляются, что вообще это возможно. Мне кажется, да, ни в одном регионе России нет такой вот поддержки. Да, да, в этом плане все здорово. Конечно, есть, да, какие-то там, вот, например, логистика, да, такая сложная здесь логистика, но везде есть свои плюсы, свои минусы, но все-таки плюсов, я думаю, больше, потому что финансовая поддержка, прежде всего, это основная поддержка для предпринимателя, особенно для начинающего. Есть еще не финансовая, потому что Центр развития бизнеса часто проводит тренинги, семинары. Участвуешь ли они в них? Да, участвуем, пользуемся консультационными услугами. Вот тоже недавно мы пользовались субсидиями на рекламу, очень хорошая тоже была программа, если будет в этом году, будем также пользоваться. Плюс вот планируем, как я уже говорила, тоже субсидия на обучение подавать, и всегда открыты к общению с Центром развития бизнеса, то есть если какие-то у них будут идеи, готовы все обсуждать, и если у них что-то новое появлять, следим всегда за их новостями, тоже всегда знакомимся, изучаем. Очень хорошо, что они есть. Очень хороший коллектив, хорошая команда, надо их вот похвалить, да, во главе с Ириной Тихомировой. Да, очень здорово, все организовано. Всегда привык на помощь, да, молодцы они, да. Они вот прямо выполняют свою работу на все 100%. Аня, какие планы на будущее? В будущем, вот в начале 2020 года, как я уже сказала, хотим открыть два кабинета, то есть у нас вот уже в этом году мы некую такую трансформацию сделали, закрыли СПА-кабинет, и на месте СПА-кабинета сделали дополнительный кабинет маникюра-педикюра. У нас вот уже в декабря появится еще один мастер, она тоже поедет на обучение в конце уже ноября, едет на обучение, и в начале декабря будет у нас работать. И вот мы дополнительный кабинет после Нового года будем делать. Когда навигация открывается, нам, конечно, в этом плане проще, потому что оборудование очень такое массивное, большое, поэтому все это завозится, конечно, когда есть навигация. Вот, вот расширяемся практически каждый год, открываем новый кабинет. Много у вас постоянных клиентов? Да, много. Спасибо большое, что клиенты нас выбирают, что они нам верны. Постоянные клиенты есть, да, причем клиент может начинать ходить, например, на одну услугу, да, потом он знакомится с другими мастерами, другие услуги начинает посещать в нашем салоне, то есть тоже это очень... Я тоже ваша постоянная клиентка. Да. Аня, но трудно работать все равно с людьми. Есть ведь и не только довольные клиенты, есть недовольные. Вот как вы ходите из ситуации? Ну, конечно, это нормально. Ненормально было бы, если бы были все довольны или все недовольны, да. То есть все равно какой-то процент недовольных клиентов есть, и эти люди все равно заставляют нас становиться лучше, потому что мы открыты к отзывам, и, наоборот, я всегда говорю клиентам, что если что-то не понравилось, обязательно скажите. Мы подумаем, как это исправить, если это в наших силах, да, на что нам обратить внимание. Поэтому это нормально, отзывы должны быть всякие. Конечно, у нас таких отзывов мало, да, негативных, слава богу, большинство у нас все-таки позитивные отзывы, и работаем все равно с любыми отзывами, обратная связь, она важна. Ценовая политика вот у вас какая по сравнению с другими салонами? Ну, вы знаете, мы постоянно сравниваем, в принципе, по сравнению с другими салонами мы наравне идем. То есть, может быть, в каких-то услугах там разница небольшая, буквально там 100-200 рублей, да. В целом, если это тот же маникюр, педикюр, мы идем в одной границе, да. Если это какое-то окрашивание, может быть, просто мы можем сделать какое-то окрашивание, да, на таком красителе, которого, например, нету, да, в другом салоне, он стоит дороже, соответственно, чек изначально повышается, да. А в целом, как бы, на услуги по городу мы с салонами уровня, да, нашего, мы стоим на одной линии. Аня, у нас даже наш город, да, Наринмар небольшой, мне кажется, он перенасыщен вот этими услугами, да, есть как салоны красоты, есть отдельные парикмахерские, и мастера работают. Но вы все-таки конкурентоспособны. Вот почему, в чем секрет успеха? Стараемся оказывать качественный сервис, постоянно развиваемся, что-то новое вводим. Постоянные клиенты есть, да, которые, конечно, им хочется каких-то новинок, даже пусть это не то, что новая услуга, да, а что-то новое в интерьере даже. Они пришли, увидели, о, какая-то там ваза новая с цветами, да, стоит. Класс. То есть человек пришел, он отключается от своих, да, там, каких-то проблем, от своих будней, ему важна тоже хорошая, красивая атмосфера, приятный коллектив, да, музыка, и, соответственно, все на это обращают внимание. То есть помимо того, что мы стараемся какие-то новые услуги или как-то их дополняем, да, эти услуги чем-то, какую-то изюминку вносим, мы еще стараемся все-таки как-то в интерьере где-то что-то новое добавлять. Хотела это отметить, да, все-таки это вот тоже очень важно, потому что человек приходит, он отдыхает, да. И когда я говорю о красоте, я хочу, я не представляю, как я прихожу делать там прическу, да, вокруг меня такая, простите меня, совдеповская обстановка, да. Все-таки к этому нужно стремиться. У вас очень красивый дизайн, тоже сами продумывали, да? Да, да. Вот сейчас тоже хотим там обновить немножко шторы, может быть, еще что-то, то есть тоже какую-то вот изюминку к Новому году добавить. Надо отметить, что у вас и услуги безопасно получать, потому что все приборы обрабатываются. Да, конечно. Очень важно век, вот ВИЧ. Вот как это все происходит, Аня? Ну, обязательно все это делается по стандартам. Есть сухожировой шкаф, если мы говорим, например, о маникюрно-педикюрных инструментах, это все обязательно обрабатывается. То есть перед этим есть еще определенная обработка, да. Раньше это все было в растворах, но недавно появились ультразвуковые мойки, и гораздо удобнее стало, и безопаснее тоже. То есть не надо там в каких-то контейнерах это все делать. То есть есть тоже определенная мойка, туда заливается раствор, это все обрабатывается, потом это все сушится. И сухожировой шкаф – это такая основная, скажем так, дезинфекция. Все это в крафт-пакеты потом запаковывается и достается непосредственно перед клиентом. А как следите за новинками? Все-таки такая индустрия красота, она гибкая, она все время, все время меняется, Аня. Ты сама тоже ездишь, да, куда-то? Да, да, ездим, конечно. Вот, например, ну, все знают, да, что Инстаграм – это сейчас... Сила. Сила, да. То есть все оттуда черпают какую-то информацию. Там же можно проходить и всякие тренинги, и марафоны. Подписаны обязательно на всяких топовых передовых стилистов. Соответственно, смотрим за ними, да, что они преподносят. То есть есть такие даже стилисты российские, например, да, которые запатентовали там, например, окрашивание, да, и это окрашивание по всему миру распространяется, да. То есть не обязательно быть, например, подписанным там на тех же иностранных каких-то, как это раньше было. Сейчас в России очень много мастеров, стилистов, которые даже по всему миру, да, пропагандируют свою моду, свое искусство, свои новинки, какие-то технологии, и мир признает все это. Поэтому вот в том числе на российских, да, стилистов подписаны все это, смотрим, изучаем, стараемся все-таки регулярно это все поддерживать, свои знания. А визажист есть у вас в коллективе? Вот, к сожалению, визажиста, да, нет. Будете как-то планировать, или все-таки эта услуга не востребована? Потому что я слышу, да, часто говорят, вот бы прийти в салон, и там же тебе, чтобы сделали комплексы ногтей, и прическу, и макияж. Ну, я хотела бы визажиста, но не могу сказать, что... Востребовано. Нет, не то, что это востребовано, но это все равно более, знаете, как процедура выходного дня, скажем так, да. То есть все-таки такая услуга, которая пользуется регулярно, независимо от праздников, выходных, это как, например, тот же маникюр, педикюр или, там, стрижка, окрашивание, они все-таки более актуальны, да. А визажиста это больше, наверное, будет, если будет какой-то приходящий мастер, да, как-то вот будем вот таким вот образом сотрудничать, если это и будет, да. Ну, и мне бы, конечно, хотелось визажиста сразу опытного, потому что, например, вот девочек там в том же брикмахерском искусстве, да, я могу поставить именно на стажировку, и я сама их веду, стажирую, пока я не почувствую, что они плотно стоят на ногах, да, в своей области, я их не выведу именно на мастера. А вот визажист хотелось бы, конечно, чтобы сразу был опытный специалист, но в Наринмаре это не всегда. Вот мы, например, сейчас пошли по такому пути, что мы именно учим людей. И когда мы начали учить сами, прям вот успех наш стал расти, на самом деле. Мы заметили, что вот сначала мы пытались искать именно готовых мастеров, прям вот таких, каких нам хочется. И очень много людей не проходило собеседование именно когда практика начиналась, когда мы просили что-то на практике показать, именно вот тогда всё отсеивалось. А потом мы просто начали людей учить. А как ещё прежде, чем они начнут у нас работать? То они выучатся, и у них пойдёт всё хорошо. Человек же должен всё равно обладать каким-то вкусом, да, художественным. Для меня мастер – это человек, у которого есть вкус, потому что иногда приходит клиент, и он говорит, сделайте мне такую прическу. И когда видишь там квадратное лицо, ты понимаешь, что там какая-то определённая стрижка ему не подойдёт, то тоже надо уже включить и вкус, и всё, да. Вы как вот это у вас всё происходит? Вы советуете? Отговариваете или нет? Конечно, советуем, отговариваем. Есть люди, которых невозможно отговорить, конечно, такая категория людей. Но всё равно всегда стараемся показать, показать даже на примере, может быть, да, на своём каком-то примере фотографии показываем, каких-то работ, да. У нас, опять же, часто есть фотографии до, есть после. То есть мы показываем вот так, вот так, вот так. И человек уже, когда наглядно видит, он соглашается и доверяет тебе. И это очень, на самом деле, ценно, когда человек тебе доверяет, и ты потом создаёшь красивый образ, и клиент уходит довольно счастливый. И плюс профессии в том, что ты сразу видишь результат от своей работы, да. Конечно. Не нужно идти к какому-то проекту месяц, например, да, а потом уже видеть результат своей работы. Здесь ты и здесь сейчас видишь результат своей работы. Это такие непередаваемые эмоции, которые как раз заряжают на дальнейшую работу, на завтрашний день заряжают творить, создавать, что-то делать новое. Ну, а девочки, когда выбираем мастеров, ну, конечно, первое впечатление зависит, да, как человек, когда вот он сидит на собеседовании, всё равно они заполняют определённую анкету, то есть тоже ориентируемся по этой анкете, разговариваем. И, конечно, первое впечатление, если человек положительное оказывает, всё-таки мы уже продолжаем дальнейший разговор. У вас будет расширение в 2020 году, да, вы сказали. То есть у вас есть уже, например, какие-то специалисты, или, может быть, сейчас вы можете пригласить кого-то, вы ждёте и готовы обучить, потому что смотрят достаточно много нас? Ну вот, я сказала, что у нас в декабре девочка придёт к нам уже, вот это, да, для неё будет открываться ещё дополнительный кабинет уже, когда навигация откроется. А вот, да, этот мастер, сейчас она в ноябре повышение квалификации, она уже опытный мастер, но просто ей нужно обновить свои знания, так сказать. Она пройдёт повышение квалификации и начнёт у нас наработать, да. То есть у нас получится ещё новый один специалист. Ещё будем расти. Здорово. Аня, что можете пожелать или какие-то советы дать молодым предпринимателям или будущим предпринимателям, которые тоже хотят свой бизнес? Не нужно бояться. Не нужно бояться, прежде всего. Не нужно бояться. И главное, идти всегда к своей цели. То есть если ты решил, что ты хочешь там то-то, то-то, да, открыть, всё обязательно иди, никого не слушай, потому что очень много советчиков, которые сами боятся, да, и, соответственно, человек, если он в каких-то сомнениях находится, такие люди могут сбить с пути. Поэтому не надо никого слушать, и слушать надо себя, прежде всего, своё сердце. И ещё, ну, я так считаю, да, важный нюанс, что всё-таки надо ориентироваться в той области, в которой ты хочешь открывать бизнес. То есть вот если ты прикмахер, то ты можешь открыть, да, студию красоты. Если ты мастер маникюр, ты тоже можешь открыть студию красоты. То есть ты должен быть в индустрии красоты. Если это медицина, то ты должен быть врачом, да. То есть вот и так далее. Поэтому, конечно, надо заниматься тем, что у тебя получается, прежде всего. И дальше уже развиваться, да, вперёд к новым высотам. А Центр развития бизнеса всегда поможет, поддержит, даже просто словом поддержит. Это тоже большой плюс, это очень важно. Ну и, конечно, финансовая поддержка. Аня, спасибо большое, что сегодня пришли к нам в студию. С удовольствием с вами пообщалась. Успехов вашему бизнесу. Приходите к нам в гости. Спасибо большое, Любовь. Придём. Напомню, это была программа «Актуальное интервью». Сегодня у нас в гостях была владелица студии «Красотая особа» Анна Сылка. Встретимся в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова